Всем привет, с вами Смирнова Александра. Я рада пригласить вас вместе со мной за кулисы, за кулисы нашего турнира. Всегда мечтал не ждануть в Руденовской. Ты с Руден? Да. И на кого ты там учился? Нефтегазовое дело. Ну и что ты тогда неуспешный до сих пор? В Нефтегазе? Да. Так, я вот нашел свои углеводородные соединения. Я сегодня пришел поболеть за Фарида Едулаева, а потом за Джанго. Как думаешь, что может помешать Фариду сегодня победить? Только его лень. Вы видите, он считает Фарида лентяем. И без толчу еще. И некрасиво. Это она уже от себя добавляет. Она ему просто фару поцарапала. Фара! 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 Влево, влево, влево! Икрасиво! Обещал прийти, вот прям через секунду. Жду его уже полчаса. Снова меня цыгане обманули. Вот как обычно. Обманывает. Обманывает меня. Здравствуйте! Как вы сегодня фару? А я тебе говорил, ты же говорил, он красавчик, я потушу твоего красавчика. Когда я говорила, что он красавчик? А ты не помню, что ты говоришь, это был первый раз, когда я дрался с Алисофором. Я не говорила, что он красавчик. Ты говорила? Я так не могла сказать. Да, говорила ты. Чего вы врёте? Меня обманывают. Я не вру. Как они зубы заговаривают, да? Мастер. Ну я мастер, фамастер. По бою я хочу сказать то, что незаслуженная победа у него сегодня. Потому что когда прозвучал гонг, ну ударил гонг, я честно, я руки опустил, и в этот момент мне прилетело сюда. А он даже в первый-второй ничего не смог сделать. А это, это крысиный удар. Ну, нежданчики. Как говорили, как я раньше, типа, так 7 бил, так же он всё не сделал. Андрей! Андрей! Абрадо! 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 Можешь считать, что я сейчас твой оберег в том плане, что пока я рядом, никто не нападёт. Обычно твои бои заканчиваются массовыми драками. Да. Ну? Что там, намечается какой-то кипиш? Да уже мне вообще всё равно намечается, не намечается. Когда он сказал «крыса», цыган, я думал, он сказал мне. Ааа. Он, оказывается, сказал вообще моему старшему брату. Такое у нас непростительно тоже. Я знал то, что я выиграю, просто мне не понравилось то, что меня назвали мышью. Поэтому всё так произошло. Я же никого не оскорблял. Зачем оскорблять? Тем более после боя. Подожди, ты же вроде крыса кого-то назвал. Я никого не называл. Меня назвали мышь. Я говорю, кто мышь? Он говорит, ты. Я говорю, ты сам мышь. Вот так всё пошло. То есть весь базар пошёл. А тогда он виноват, получается. Потому что он сказал, что ты виноват. Нет, я отвечаю за слова. Я никого не называл первым. Ну, не оскорблял никого. Смотри, но мышь, в принципе, не крыса. Она достаточно добрая и милая создания. В принципе, не так уж и обидно. Ну, это для девочек, а для пацанов это не канает. Ты моего друга. Всё, мы его не простим. Мы его будем ждать на улице. Да, мы будем ждать этот бой. Снимайте этих хайпажёров. Он просто принял твой дом не так, как ты это хотел. Ну, всё. Братья, братья, что случилось? Всё по кайфу. Блин, вот что случилось? Скажи, пожалуйста. Вот эта ситуация точно. То есть вы, я правильно понимаю, сначала ссоритесь на камеру, потом вместе пересматриваете это? А вы что скажете? Вот, джентльмен. Это если бы слово хайпа было человеком. Вот, пожалуйста. Если бы, собственно, этого конфликта не было, вы бы здесь не стояли, но история не терпится слагательных наклонений. По этому говорю коротко. Байра не так понял корейца. Конечно, он по-корейски говорил. Ну, да. Аплодисменты. Аплодисменты. Ну, что, молодой человек? Здрасте. Как я и говорил, 16 лет, иду к этой победе. С каждым боем улучшим. 16 лет, мечтаешь по хана побить? Да. Давай наш фирменный танец. Давай. Привет. Привет. Как тебя зовут? Я Венздей. Ты Венздей? Я. Очень красивое платье. Ой, у тебя еще и ногти красивые. Ты покажи ногти всем, покажи. Ой, какая стильная девочка, ну просто принцесса. А ты знаешь танец Венздей? Да. Станцуешь с нами? Да. Ты очень красивая. Ты очень красивая, смешная. Спасибо большое, у тебя красивее. А у тебя есть любимый мультик? Мне нравится, мультик, который. Венздей, да? Да. И Эльза, который. А кто круче? Ты Эльза или Венздей? Матер и Эльза. Оба. Да. Расскажи, чья ты дочка? Я. Вот мне. Как тебя папа зовут? Папа Шами. Кто ее папина? Скажи им всем. Я паханый. Вот так вот. Какой бы результат ни был, мое положение в этой индустрии не поменяется в любом случае. Почему? Потому что паханый это не просто прозвище, это просто образ жизни. Это один момент. Просто сегодня фартануло и все. А моя принцесса? Смолосимой, что бы милостью. Ничего папина? Ничего, ничего себе. Ничего себе папина. Ничего. А покажите, Венздей делал им? Да. Делал Венздей, да? Да. Пацаны. Спасибо. Спасибо, что всем доказалось, что он действительно пахан. Настоя я. Привет. Привет. Как дела? Как настроение? Хорошо, классно. Я устал, наверное, чуть-чуть. Почему устал? Ну, Ислам у меня... Он энергетический вампир. Он силы забирает во время боя. Он со мной общался постоянно. Да? Он тебе что-то говорил? Да, он мне там анекдоты рассказывает другую. Что? Говорит, случай в аптеке. И все. И как начинает... Я уже забыл, если честно. Но ты ему такую сечку оставил, что у него сейчас реально случай в аптеке будет. В случае скорой. Сейчас все в порядке. Дали по рукам, дали по попе. И сейчас поедем с ним кушать кальмаров. За его счет. Ради этого трогались? Из этого конфликт был? Да, конечно. Он сегодня башляет конкретно. Его капуста сегодня разлетится. Татьяна, жена, ты там стоишь, но я знаю, что ты в душе, в сердце это чувствуешь. Я тебя очень сильно люблю. Ты не зря проделала такой путь нелегкий в Москве. Она пешком шла с Беларуси. Да, она пешком шла по обочине, бежала сквозь град, дождь. Ее три раза сбивала фура. Она вставляла таз на место. Я тебя безумно сильно люблю. Ты моя душа, ты мое сердце. Ты моя любовь. Ты мать наших будущих детей. Я ищу тебя, еще и вижу зеленая шапочка в октагоне. Бегает, что-то кричит. Что случилось? Так, ничего не случилось. Я просто зашел в ринг. Этот велосипедист, ислам. Я не знаю, многим говорил, что он со мной подерется, что он победит меня. Просто я вышел и все увидели. Что увидели все, что ты вышел? Все увидели, что я вышел. Почему твои друзья нас в упор снимают? Ты нравишься им просто. Это поклонники. Это поклонники. Покойники, что? Покойники. Почему вы в шапке? Вроде бы не так холодно. Этот ветер дует от Джангразова, поэтому я в шапке. Гучи флипфлаф, гачи гачи мучи. Ты бы хотел петь в группе Иванушки вместо Григориева Аполлона? Да, вместо Иванушки. Аполлина Пух. Не знаю, если получится. Мы в тебя верим, ты все сможешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С новым чемпионом. С новым. Вы не представляете. Я следила за каждым этим человеком, и вы не представляете, как они радовались каждому удару. Какое же было довольное лицо у Хадиса каждый раз, когда вы попадали под Амилу. Это для него. Я же ему сказал, это для тебя я выиграл ее. Отнял обратно, победу забрал. Он очень хотел выиграть этот пояс. Я ему говорю, это для тебя. То есть это, получается, не ваш пояс? Как? Не ваш пояс. Спасно не мой. Вы же для него выиграли. А где? Да. Где пояс? Что? Что? В смысле, пояс этот, получается, не ваш, а для Хадиса? Не, не, не. Это просто так, да, победа для него. Пояс мой. Все. Давайте все вместе поаплодируем еще раз вашему другу. Это сумасшедшая команда моя. Команда просто с самого первого, с самого начала они здесь со мной рядом, эти же люди. С утра или? С первого моего боя здесь. С утра тоже, да. Всем спасибо за внимание. С вами была Смирнова Александра Богодовка. Всем спасибо. С вами была Мара Эдемировна, новый чемпион. Как бы вам это не нравилось, подписывайтесь на мой инстаграм, канал. На мою социальную сеть тогда. Измогай, в ватсапе пишите. И на наше дело можете тоже подписаться, в идеале хотелось бы.